Несколько месяцев жители юбилейного микрорайона следили за тем, как участок перед их окнами приобретал новый вид. На набережной постепенно появлялись изящные лавочки и детские площадки. Вместо натоптанных тропинок теперь тротуарные плитки и велодорожки, а также около двух тысяч кустарников и деревьев самых различных видов. Именно так себе и представляли зону отдыха жители микрорайона. Мы рады. Я житель этого юбилейного микрорайона более 20 лет. Вы не представляете, что это зона отдыха около реки. Город выходит прямо к реке. Это здорово. Мы тут все очень рады. Давно ждали открытия сквера. Да, Ален? Да. Дети любят, теперь бегают. Здесь большая площадка с корабликом, любимая у детей. А ведь на этом месте вместо зеленого парка на берегу реки мог появиться очередной жилой комплекс. Ведь здесь планировалось строительство многоэтажных домов. Узнав об этом, жители сразу забили тревогу. Люди обращались за помощью во многие инстанции, дошли даже до губернатора. И тогда дело сдвинулось с мертвой точки. После долгих судебных тяжб земельный участок был передан обратно в муниципальную собственность. В марте прошлого года в рамках выборов приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» за проект «Аллеи образования 80-летия Краснодарского края» проголосовало больше 48 тысяч краснодарцев. В том числе Татьяна Захарова. Она была одной из тех, кто с самого начала следила за ситуацией и, как другие жильцы, радовалась изменениям. Вы знаете, почувствовали уже уверенность в том, что это состоится, в том, что уже вопрос решен. Когда уже прошло голосование, все, мы уже успокоились и, честно говоря, ждали. Но мы не просто ждали, мы чем могли, тем помогали, чтобы увидеть ту красоту, которую сейчас мы уже видим. На церемонию открытия «Аллеи» приехал Вениамин Кондратьев вместе с мэром Краснодара Евгением Первышовым. Глава региона поблагодарил жителей за активную позицию и помощь в создании парка. Ведь именно благодаря их поддержке на этом месте появилась новая зеленая зона, которая станет местом притяжения для всех жителей кубанской столицы, уверен губернатор. Количество жилья, оно растет, но важно не количество жилья, не количество квадратных метров, а то, чтобы в этом жилье жизнь поселилась, жизнь комфортная, нормальная для людей. Сегодня с нуля эта зеленая зона, аллея, сквер созданы. Я считаю это очень важно для того, чтобы жизнь в Краснодаре становилась комфортной. Я хочу поблагодарить еще раз вас за вашу активность, за вашу жизненную позицию, потому что если бы не ваши активные действия, то здесь вместо зеленой архитектуры мы бы имели архитектуру из стекла и бетона. Хочу поблагодарить мэра Краснодара за тоже принципиальную позицию, за то, что в короткие сроки максимально приступили к озеленению этого участка. И пожелать, чтобы, конечно, таких скверов, таких аллей, таких парков, я надеюсь, и парков тоже в Краснодаре становилось все больше и больше. После торжественной части глава региона вместе с мэром и горожанами прогулялся по новой аллее. На территории участка провели берегоукрепительные работы, обустроили спортивные площадки, а также возвели скейт-парк. Местные жители и сами помогали, все вместе высаживали на субботниках деревья. Первые, кто уже облюбовал новую аллею, конечно же, дети. Самые маленькие жители микрорайона, несмотря на морозную погоду, побежали качелям и каруселям. Вы здесь живете? Да. Как вам площадка детская? Да, детская. Вы пока маленькие, деревья маленькие. А пройдет совсем немного времени, будут деревья большими, и вы будете большими. И потом своих маленьких деток сюда же приведете. Но уже будет тенистый, ветвистый, красивый очень парк. Так? Да. Новая аллея расположилась вдоль реки Кубань от Рождественской набережной до Платанового бульвара. Общая площадь – 4,5 гектара. И это только первая очередь зоны отдыха. В дальнейшем она увеличится больше, чем в два раза. Теперь благоустройство ожидает та территория, которая еще скрывается за забором. Яна Бузычкина, Виктор Чаусов, Алексей Комаров, Кубань, 24, Краснодар.